Давайте вернемся к Крыму. Вы сказали, что в этом вина персональна президента России Владимира Путина. Сейчас очень много говорится о передаче власти, сейчас говорится о том, какая власть будет в России после президентских выборов. Вы считаете, что с передачей власти что-то поменяется? Или если бы в России была другая власть, то отношение было бы другим? Можно было бы начать с чистого листа, если хотите? Я считаю, что Владимир Владимирович не молодеет. Я считаю, что он понимает, что уходить от власти ему нельзя. Я считаю, что он очень хочет уйти от власти, потому что работать как раб на галерах, пахать, по его же выражению, при этом быть одними из самых богатых людей планеты Земля и не мочь воспользоваться своими богатствами, это беда. Когда ты видишь, как твои соратники благодаря заработанным, благодаря тебе деньгам жируют, а ты вынужден нести на себе бремя ответственности за страну? Тяжелое бремя. Ну у тебя начинается раздражение, ну какого черта, мне ж пожить. Годы уходят, я себя представляю на его месте. Годы уходят, у меня куча бабок. Годы уходят, а я и не жил. И, конечно, его раздирают, на мой взгляд, эти противоречия. То есть, с одной стороны, он понимает, что хочется пожить, да просто пожить нормально. А с другой стороны, он понимает, что как только он отойдет от власти, его порвут. Поэтому он не может уйти от власти. Поэтому будут придумывать конфигурации. Сначала он попытался наклонить Лукашенко. Не получилось. Не получилось, потому что батька понял, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе. Тем более с русскими свяжись. Они тебе пообещают одно, сделают другое. И Лукашенко стоит, как последний партизанский отряд в Белоруссии. В годы Второй мировой войны. И он не отдаст, если только его не уберут. Насильственным путем. Он не отдаст власть, не отдаст Беларусь россиянам. Мало того, народ Беларуси не пойдет на это. Они не хотят. Они не хотят.